Всем привет! Продолжая знакомить вас с российскими игроками из европейских футбольных академий, я просто не мог пройти мимо воспитанника великой испанской Барселоны. Его зовут Роман Тугаринов. Ему 19 лет и за столь короткий срок он уже сыграл за сборную России Ю-20, уходил из клуба, а потом возвращался обратно в Барсу, а также стал первым россиянином в истории, который выиграл юношескую лигу чемпионов. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как русский мальчик попал в одну из лучших футбольных школ Испании, как проходило его становление в Барселоне и есть ли у него шансы на попадание в главную команду. А спонсором ролика является компания 1xbet. Высокие коэффициенты, широкая линия ставок и быстрый вывод средств. Ссылка в описании. Роман Тугаринов родился 20 октября 1999 года в городе Улан-Удэ, когда маленькому Роме исполнилось 4 года, семья перебралась в Испанию, в маленький городок Кастель-де-Фильес. Именно там начался футбольный путь мальчика. Сменив несколько местных команд, на одном из детских турниров на него обратили внимание скауты Барсы, а в 2009 году 10-летнего российского игрока зачислили в Ла-Массию. Благодаря выдающимся физическим данным, ему почти сразу же определили место на поле, в центре обороны. К сожалению, в интернете информации о том, как играл российский защитник в этот период, практически нет. В 2013 году на турнире памяти Ленара Гельмулина в Казани в составе Ла-Массии был и Тугаринов. Каталонская академия оказалась сильнее отечественных и по итогу выиграла кубок. Местные журналисты старались сделать с российским игроком Барселоны интервью, но особого успеха не добились, ограничившись несколькими банальными вопросами и такими же неинтересными ответами. Единственное, что бросилось в глаза, так это комментарий испанского тренера. Поймите, Роман очень стесняется. Он не проходит в основной состав, а сюда мы его взяли потому, что он русский. Может и лишний раз на родину съездить и нам помочь в чужой стране. А его заставили отвечать на вопросы, касающиеся всей команды. Это неправильно. В подтверждении этих слов стоит сказать, что именно в тот год Тугаринов покинул родную команду и перебрался в Корнелью. Это скромный клуб из Каталонии, в который зачастую отправляют своих воспитанников Жерона, Эспаньол и Барселона. По пути Барса Корнелья в свое время отправились Кейта Бальде, Виктор Руис и Жорди Альба. В унион Эспортива Корнелья Роман Тугаринов провел 5 лет. Постепенно прогрессируя, он менял возрастные команды. Ю-17, Ю-18, Ю-19. В Испании их называют хувенили. Уход в скромный клуб был естественен и ничего страшного в этом не было. В Корнелье у Тугаринова появилось гораздо больше игрового времени. Он считался лидером команды и даже получал капитанскую повязку. По сути, именно здесь в него поверили и дали базовые знания. Успешная игра русского защитника повлекла за собой вызов в сборную Каталонии Ю-18. Естественно, игра за сборную непризнанного государства никак не отразится на Тугаринове в дальнейшем. Но тот факт, что футболист входил в число лучших игроков Каталонии, учитывая то, какие таланты там рождаются, не может не радовать. Когда Роману исполнилось 18 лет, Барселона вернула своего блудного сына. Тугаринов выступал за хувенили А в чемпионате с переменным успехом. Забил два гола, но игроком стартового состава не считался. В сезоне 17-18 именно команда Тугаринова представляла Барселону в юношеской лиге чемпионов. В групповом этапе синие гранатовые из шести матчей пять раз одержали победу и лишь одну игру свели в ничью. С разницей 12-1 они закончили групповую стадию на первой строчке. Но что касается молодого российского защитника, он провел на поле 18 минут в матче с Олимпиакосом и отыграл полную игру против спортинга. К сожалению, дальше каталонцы обошлись без его помощи. Хотя в полуфинале и в финале Тугаринов был в заявке, но остался на скамейке запасных. Вот так Роман стал первым россиянином, который выиграл юношескую лигу чемпионов. Хотя, откровенно говоря, в том розыгрыше команду к победе вели другие люди. Летом 2018 года Тугаринова перевели в Барселону-Бе. Это выпускная команда в системе клуба. Но уже буквально через две недели его отправили в аренду, в знакомую Корнелью. Именно в тот момент Тугаринова впервые вызвали в сборную России Ю-20 на товарищеский турнир Катив-2018, который проходил в Испании. Подопечные Михаила Галактионова попали в группу Б, где вместе со сборной Уругвая добыли 10 очков. Но разница забитых и пропущенных мячей была в пользу наших ребят. Тугаринов сыграл все 90 минут в победных играх с Марокко, с Катаром и со сборной Валенсии. Был заменен в матче с Уругваем, пропустил полуфинальную встречу с Венесуэлой, но вышел на замену во втором тайме в последней игре с Аргентиной. Которую сборная России проиграла 1-2. В целом Роман смотрелся довольно неплохо, играл уверенно и фатальных ошибок не допускал. Но больше в сборную его не приглашали. В текущем сезоне россиянин, выступающий за Корнелью в третьем по силе испанском дивизионе, провел на данный момент 17 матчей, 13 из которых начинал в стартовом составе. Причем, что интересно, его команда выступает в том же дивизионе, в котором играет и Барселона Беа, которые принадлежат права на футболиста. Более того, Корнелья идет выше в турнирной таблице и имеет хорошие шансы на попадание в плей-офф, из которого можно подняться в секунду. Летом заканчивается срок аренды. Останется ли Роман в своей нынешней команде еще на год, будет зависеть от итоговых результатов. Возможно, ему дадут шанс в дубле Барсы. Все-таки там можно выступать до 21 года, а Тугаринову только 19 лет. Но уровень конкуренции невероятно высок. И нужно учитывать тот факт, что в Испании, тем более в Барселоне, в первую очередь делают ставку на местных Кантерану. А Тугаринов в большую часть своей еще недолгой карьеры пробыл в скромной команде как раз-таки из-за проигранной конкуренции. Тугаринов в Ла-Массии начинал с такими футболистами, как Жорди Мбула, в 20 лет играет в первой команде Монако, Ориоль Бускец, капитан Барселоны Б, Алекс Кальяда, основообразующий этой же команды. На его счету более 30 игр в сезоне. Всем им прочит успешное футбольное будущее. А вот Тугаринов пока отпустил своих партнеров на несколько шагов вперед. Но даже если у него не получится попасть в главную команду Каталонии, в его силах пойти по стопам Дениса Черышева и построить успешную карьеру через другие испанские команды. Ведь время для роста и прогресса еще есть. Тугаринов центральный защитник, который может сыграть и на фланге. Поэтому главное для него сейчас это опыт. А чтобы его набраться, нужна постоянная игровая практика, которую он уже получает. Я хочу пожелать этому парню удачи и надеюсь, что он не повторит участь еще одного россиянина из Барселоны, Амира Надха. Выпуск про его погасшую карьеру есть в описании. Во всяком случае, я надеюсь, что через пару лет Тугаринов сможет заиграть на самом высоком уровне. И об этом парне мы еще услышим. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк. Пишите в комментарии, о ком хотели бы увидеть подобный ролик. Подписывайтесь на канал и любите наш футбол. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok